Всем огромный привет! Сегодня у меня рецепт универсального теста. Также это обещанное тесто для трубочек. И сегодня из этого теста я приготовлю рассыпчатые рогалики с ореховой начинкой. В дальнейшем я обязательно вам покажу еще несколько вариантов приготовления выпечки из этого теста. Для теста нам понадобится мука, сливочное масло и сметана. Муку с сливочным маслом я буду соединять в чаши блендера. Если у вас нет блендера, тогда муку высыпайте на стол и при помощи ножа нарубите масло в муке. Нам нужна вот такая вот крошечка. Теперь в эту крошку добавляем сметану и соль. Хорошо все соединяем и делаем тесто. Долго ничего вымешивать не надо, просто замесить тесто до однородности. Я вымешиваю тесто примерно 2-3 минутки. Убираем тесто отдохнуть в холодильник на 30 минут. Орехи с сахаром вы можете пересыпать в плотный пакет и также измельчить их при помощи скалки. Тесто у меня уже отдохнуло, теперь делю его на 4 части. Одну часть оставляю, буду раскатывать, а остальное тесто убираю в холодильник, чтобы оно всегда оставалось холодным. Тесто нужно раскатать в ровный красивый круг толщиной примерно 2 мм. Тесто я режу на 16 частей, мне больше нравятся маленькие рогалики. Вместо орехов в качестве начинки можно использовать любое густое варенье. Для трубочек такое тесто я раскатываю в прямоугольную форму и нарезаю полосочки шириной примерно 5 см. Как сделать вот такие конусы я уже показывала в одном из своих роликов, ссылка будет в описании. Рогалики сверху я смажу взбитым яйцом и если вам недостаточно сладости в начинке, вы можете сверху посыпать рогалики сахаром. Рогалики отправляю в хорошо разогретую духовку до 200 градусов и выпекаю 20-25 минут. Лично для меня такие рогалики это вкус детства, мама нам часто их готовила и они разлетались как семечки. Вот такие получаются трубочки, конусы очень легко отходят. Тесто, кстати, можно раскатать и потолще и тогда трубочка будет более слоеная. Если вам все понравилось, не забудьте поставить лайк, а мне остается только заварить чай и пригласить всю семью к столу. Желаю всем приятного аппетита, спасибо за внимание, пока-пока!